МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На завершение строительства парковой зоны в районе Зеленого Клина. Когда начнутся работы? Без тепла и электричества никуда. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Копилка полная наград. В Бийске подвели итоги первенства Алтайского края по подводному спорту. Жители Бийска обеспокоены вырубкой лесопарковой зоны АБ. Деревья уже на протяжении нескольких дней валят недалеко от городского планетария. Это видео прислали нам жители района АБ. Они сообщают, что в настоящее время ведется вырубка деревьев в лесопарковой зоне. Территория, где проводятся работы, огражена сигнальной лентой. Имеются предупреждающие аншлаги. Сегодня мы связались с представителем компании «Леспромэкспорт». Нам пояснили, что ведется выборочная санитарная рубка. Лесники убирают сосны, пораженные корневой губкой. Это грибы, которые поселяются на корнях и вызывают загнивание и отмирание. Добавим, что работать сотрудники «Леспромэкспорта» будут ориентировочно еще два дня. Ранее они говорили, зачем и для чего проводить санитарную рубку. Если не заниматься санитарной вырубкой, в первую очередь мы будем ожидать очень большой вырост насекомых. Будут очаги развиваться и лес просто-напросто погибнет. Но это не произойдет, грубо говоря, за один год. Но это будет через 10 лет. Мы просто потеряем этот лес. Для этого проводятся санитарные рубки и рубки ухода за деревьями. Есть ли среди больных здоровые деревья, уже проверяют городские общественники. Как нам стало известно, экологи выявили несколько серьезных нарушений. На место были вызваны сотрудники полиции, а также пожарные. Вот что нам рассказал по телефону бийский эколог Сергей Белоконь. Сейчас видно, значит, тот сушняк, который именно относится к санитарным рубкам, он на земле валяется. В кучу не сложен, не вывезен. Костры, которые должны быть дальше от деревьев, они под деревьями, то есть лапник сложен под деревьями и дымит. Но мы уедем, и без присмотра разгорится и сгорят здоровые деревья. Значит, три плюса. Клеем? Клеем. Я не вижу на пнях. Два пнях прошел, клеем не вижу. На любой рубке должны быть клеемы на пнех. Вопрос с финансированием решен. Бийск из краевого бюджета получил больше 50 миллионов рублей на завершение строительства парковой зоны в районе Зеленого Клина. В настоящее время дорабатывается проект. В администрации города обещают, что пожелания бийчан учтут. Подробности далее в сюжете. После того, как работы в парке за ривьерой забуксовали, он год простоял в состоянии ожидания благоустройства. Суды с подрядчиком уже в прошлом, собственно, как и вопрос финансирования. Доводить зеленую зону до ума город будет за счет денег регионального бюджета. Решение уже принято и депутатами АКЗС, и губернатором Алтайского края. Мы сейчас уже, что называется, находимся на финише с переработкой проектно-сметной документации. Мы вынуждены были ее переработать в связи с тем, что экспертиза указала на ряд недостатков строительных, которые были допущены в процессе возведения этого объекта. Дорабатываем документацию, и в новом году будет парк. На то, чтобы реализовать национальный проект, а точнее исправить прошлогодний срыв программы, БИСК получил 55 миллионов рублей. Во время недавней встречи с депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым, руководитель инициативной группы Виктор Конончук высказал пожелания жителей данного района. Много в обещании не просят. Люди в основном предлагают более насыщенное озеленение этой территории. И некоторые другие территориальные зонирования, которые были бы, наверное, им более интересны и более востребованы в использовании непосредственно теми, кто собирается пользоваться этим парком. Желание сделать садово-парковую зону с большим количеством деревьев жители объясняют еще и с точки зрения экологии. Наш район относится к районам экологически нездоровым. Здесь же максимальная плотность населения. Здесь почти 40 тысяч жителей на Зеленом Клину. Как сегодня нам сообщили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, зелени в новом парке за ривьерой будет достаточно. Проектом предусмотрена и система полива зеленых насаждений. В начале следующего года администрация выходит на торги. После подписания контракта начнется, а точнее продолжится стройка. Главное, чтобы не повторить ошибку. А потому контроль как со стороны властей, так и со стороны общественников будет более жесткий. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни. Чистик будет отвечать в Бийске за уборку тротуаров. В ближайшее время автопарк коммунальщиков пополнится еще одним небольшим автомобилем. УАЗик был изготовлен на Липецком заводе и уже направляется в Наукоград. Малая коммунальная дорожная машина будет чистить тротуары как зимой, так и летом. Возможно, после такого приобретения в Бийске станет чище. А вот что говорят горожане о состоянии тротуаров и дорог на сегодняшний день, выяснила наша съемочная группа. Сейчас немного стало лучше. Немного стало лучше. Немного стало лучше. Но раньше, но в этом году и снега-то мало. Не очень, если честно. Все равно, как сказать, и слякоть, и все присутствует, и гололед. Плоховато. Желать лучшего. Вроде чисто. Убирают люди. Я считаю, что в этом году разительная разница. Во-первых, тяжелые еще очень погодные условия. Оттепель большая. Ну, и солью хотелось бы, чтобы побольше все-таки посыпали. Сыпят хорошо, но вот тротуары можно бы и тоже посыпать посильнее. Я не езжу, у меня машины нет. Ну, вообще, ничего здесь Васильеву убирать. А тротуары, вот они. Вот какая уборка. Когда снег, значит, они песком посыпают. Когда лед, песка не дождешься. Очень плохо. Очень плохо. Идешь, скользко, снег, каша под ногами. Невозможно ходить. Нормально, я считаю. То есть, ну, не идеально, но нормально. Песочком посыпают все. Хорошо в городе. Дерьмово. И тротуары. Ну, смотрите, ничего хорошего. Все сказано, этим все сказано. А что не так? А что не так? Льда много. Дороги не чистят. Во дворах вообще хрен пройдешь. Поэтому фигово работает, фигово. На какой хозяин такой? Ну, правильно, держит магазин, он и старается, чтобы все чисто было. Ну, у нас все чистенько, все хорошо. Конечно, город почище стал. Ну, я даже не знаю, как бы не очень, потому что скользко, ходить невозможно. Ругаюсь, ворчу. Даже крылячка нельзя почистить. Убийство настоящее. Прекрасно, видите, как еле идем. А, по-моему, нет уборки, не хозяина города. Ну, вот такие кучи ужасно. Поэтому дороги вроде пока очищены, ездят, чистят техника. Не, ну, в этом году снега вроде как поменьше. И за счет этого, наверное, мы как-то справляемся с ситуацией. Ну, хотелось бы, конечно, побыстрее. Я вот на машине как-то это... Вчера боялась выехать, потому что нацеплять много снега. Но сегодня я смотрю, что уже как... Ну, это по главным дорогам. А там дальше уже похоже обстановка. А теперь о ковид-статистике. В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 486 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 1007 пациентов. Не смогли побороть недуг и скончались 27 человек. В Краевой столице за минувшие сутки зарегистрировали 195 новых случаев. В Бийске заболели 44 человека. В Бийском районе плюс 13, в Смоленском плюс 10. В Белокурихе и Зональном районе выявили по 7 новых случаев. На сегодняшний день на лечении в инфекционных госпиталях края с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2462 пациента, а также 230 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных 514. Из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 226 человек. Вы смотрите информационную программу «Будни» и мы продолжаем. Без тепла и электричества никуда. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Копилка полная наград. В Бийске подвели итоги первенства Алтайского края по подводному спорту. В Ермаке огромное поступление качественных зимних курток и пуховиков по актовым ценам. Митрофанова, 35, остановка вокзал. Сегодня в самый короткий световой день в году свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Представить нашу жизнь без тепла и электричества уже невозможно. Элементарно мы не сможем посмотреть телевизор, зарядить телефон, а как же без отопления? Сегодня в Бийске работают несколько ресурсоснабжающих компаний, которые в дома и организации города дают свет и тепло. Самый крупный из них – это Бийская ТЭЦ и Бийское теплосетевое подразделение СГК. Бийская ТЭЦ сегодня является одной из крупнейших теплоэлектростанций в Сибири. Она была запущена в мае 1957 года. Именно с этого момента в городе начался новый этап в развитии энергетики Бийска, что сыграло важную роль в дальнейшем подъеме промышленности и строительстве жилых домов. Сегодня станция вырабатывает порядка 40% всей электрической и 10% тепловой энергии региона. В эксплуатации находятся 8 котлов и 7 турбин. В этом году на Бийской ТЭЦ реализовали несколько крупных проектов по модернизации оборудования. Впереди большие планы. Уже сейчас специалисты Сибирской генерирующей компании приступили к проектно-изыскательским работам по замене генератора и цилиндра высокого давления 6-й турбины. Проект дорогостоящий, но он позволит увеличить мощность и обеспечить необходимую надежность. Активная фаза реализации проекта начнется уже в следующем году. Успех компаний во многом зависит от каждого из сотрудников, от их профессионализма и любви к своему делу. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов отрасли за добросовестный труд, за то, что отдали столько много лет одной профессии. Хочу обратиться к молодежи. Надо сделать правильный выбор и потом с честью нести звание энергетика. Это сложный труд, тяжелый труд, но в то же время он благодарный. Спасибо вам, что вы несете свет и тепло в наши дома. С праздником! Идет волшебница зима, приближаются новогодние праздники, а вместе с тем преображаются и все отделы Бийского краеведческого музея. Так, например, в выставочном зале сейчас работает небольшая экспозиция. Она посвящена зимнему времени года. Масштабные полотна встречают бейчан прямо на входе в выставочный зал. Это мини-выставка картин, которые хранятся в фондах музея. Авторы работ уже знакомы многим любителям изобразительного искусства. Это Юрий Коробейников, Валентин Курзин и барнаульский художник Михаил Жеребцов. Все они отразили красивые зимние пейзажи и создали предпраздничную атмосферу. Такая экспозиция будет работать до 23 января. У нас более тысячи произведений хранятся в художественных фондах. Это живопись, графика, это скульптура. И вот у нас такая идея, она работает уже давно, понемногу. Но мы знакомим бейчан с коллекциями Бийского краеведческого музея. У нас на разных площадках, что в выставочном зале, что в историческом отделе. Мы там тоже сделали две витрины, где стараемся ежемесячно обновлять и показывать наши фонды. Потому что, к сожалению, не так много у нас площади. И не все мы можем показать. Поэтому вот таким образом мы как бы восстанавливаем вот этот вот, выравниваем этот баланс. А теперь о новостях спорта. В Бийске подвели итоги первенства Алтайского края по подводному спорту. В соревнованиях приняли участие порядка 320 спортсменов. Кроме бейчан, на старт вышли подводники из Новосибирска и Республики Алтай. Изначально предполагалось, что гостей будет еще больше. Однако, по словам организаторов, команды из Кемерово и Томской области не смогли приехать на соревнования из-за сезонного заболевания ОРВИ. Но, несмотря на это, старты проходили на протяжении трех дней. Спортсмены соревновались в пяти возрастных категориях. Подводники покоряли дистанции на 50, 100, 200, 400 и 800 метров. Кроме индивидуальных заплывов были и эстафеты. В общей сложности на первенстве Алтайского края разыграли 128 комплектов наград. В копилке бейчан 149 медалей, 48 бронзовых, 44 серебряных и 57 золотых. Этими соревнованиями подводники подвели итоги перед более крупными стартами. В апреле в Томске пройдет первенство России. Необходимо отбираться будет и в сборную края. И, соответственно, участвовать в первенстве, показывать высокие результаты. Нужно посмотреть, у кого какие шансы, над чем поработать. То есть достаточно еще времени остается, три месяца, чтобы подкачаться немного в дальнейшем и расплыться после подкачки. С заботой о бейчанах в Бийске работает ярмарка «Обувь Беларусь». И, как уже показала практика, сапогам и сапожкам из Беларуси не страшны алтайские морозы. Мягкие, удобные, а главное теплые, этим сапогам и сапожкам из Беларуси не страшны сибирские морозы. Экокожа в сочетании с натуральным мехом уверенно обеспечит уют вашим ножкам на зиму. Для любителей всего натурального широкий выбор моделей из натуральной кожи с утеплителем из овчины. А вот безопасное передвижение по льду вам гарантирует и любая из наших моделей. Комбинированные подошвы с полиуретана и каучука уверенно ведут себя в гололед. Обувь из Беларуси славится своим качеством и надежностью, а еще комфортом особенных ножек, требующих дополнительной заботы. Высокий подъем, выпирающие косточки, полнота. И эта высокая планка требований, предлагаемой покупателям обуви, держится уже много лет. А найти в широком ассортименте свою пару обуви каждому поможет опытный консультант. Предоставлены модели как для проблемных, так и стандартных ног. Надежные, качественно прошиты, проклеены, что дает гарантии, что они не расклеятся и не промокнут. И прослужат вам долгие годы. Большой выбор моделей мужских и женских. И ждем вас всех за покупками. Ярмарка «Обувь Беларусь», Бийск, Гурналтайская, дом 26, городской дворец культуры с 10 до 19 часов. И настало время рассказать о погоде. Завтра, 23 декабря, в Бийске будет ясно. Ветер восточный и слабый, сменяющийся северо-восточным. Атмосферное давление и влажность воздуха будут высокими. Магнитосфера спокойная. Ночью минус 13, минус 15, днем минус 10, минус 12 градусов. Что ж, это все новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях в группах «Бийск. Мой город», на ютюбе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bivork.ru. Счастливо, еще увидимся.